Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о фильме «Нога». Ты убьёшь ногу? Всего только ногу. Шёл 1980 год. Друзья-студенты болтают во дворе дома с девушками и не подозревают, что их ждёт впереди. А ждёт их армия и отправка из Москвы в Таджикистан. Одного из них зовут Валера Мартынов, а второго просто рыжий. Служба им давалась легко. Правда, большую часть времени было ужасно скучно, поэтому друзья придумывали, как разнообразить свой досуг. Когда их отправили вкапывать столб с табличкой, Валера мало того, что приехал верхом на рыжем, так ещё и умудрился сломать лопату, только бы познакомиться с девушкой. Он заметил Камиллу издалека, когда они с рыжим отдыхали после небольшого перекура. Она жила неподалёку вместе с братом. Чтобы был повод познакомиться, Валера отправился к ним в гости и попросил целую лопату. Брат Камиллы поделился хозяйственным инвентарём, и Мартынов с рыжим вернулись к вкапыванию столбика с табличкой. Закопали они его знатно, почти по самую табличку. Хотя Валера предлагал вкопать его ещё глубже. Когда друзья снова завалились отдыхать, пришла Камилла и позвала их в гости. Её брат хотел накормить служивых. Пока еда готовилась, рыжий успел прокатиться на лошади, а Валера сделал водяную мельницу из консервной банки и установил её на ручейке, текущем через двор. Мартынов и Камилла понравились друг другу, но ничего между ними быть не могло, ведь скоро Валеру переведут служить в Афганистан. На какое-то время Мартын и рыжий разлучились. Валера с новыми сослуживцами отправился патрулировать окрестности. Их путь лежал через небольшую деревню, где жили мирные афганцы. Через несколько километров после неё солдаты обнаружили ящик, на крышке которого было написано «Бакшиш Шурави». Эту фразу обычно переводили как «подарок советским солдатам». На самом же деле она означала вознаграждение по традиции, и её можно было расценивать как «чаевые» или «сдачу». Как правило, в таких ящиках боевики оставляли части тел попавших в плен и расчленённых солдат. Мартын отправился проверить, что лежит в ящике на этот раз. Откинув крышку, он опознал части тела рыжего. Вернувшись к БМП, он закурил, а командир с остальными бойцами отправился разбираться с ящиком. В этот момент Валера угнал технику и отправился в деревню, которую они недавно проезжали, чтобы отомстить. Поняв, куда поехал его боец, командир с солдатами побежал следом. В горах прятались боевики, и они обстреляли из РПГ технику Мартына. Он получил ранение и повредил ногу. В тяжёлом состоянии его отправили в госпиталь, где врачам пришлось ампутировать правую ногу. Её унесли в морг и оставили здесь. Когда женщина, несшая ногу, закрыла дверь, изнутри послышался какой-то шум. Она прислушалась, но ничего больше не услышала и ушла. У Валера начались фантомные боли, а по ночам ему снились кошмары. Однажды он снова пережил тот момент с ящиком на дороге. Однако в этот раз ящик оказался пустым, а рыжий сидел неподалёку рядом с табличкой, которую они когда-то устанавливали. Проснувшись, Валера попросил лекарства, чтобы заглушить боль в ампутированной ноге и уснуть без снов. Когда медсестра ушла за медикаментами, Мартынов попросил рыжего, который стоял в палате, найти его ногу и убить её. Он боится, что ампутированная нога начнёт жить своей жизнью. И его не волнует, что рыжий существует только в его воображении. Для него он не менее реален, чем все остальные. Тем временем нога Мартынова действительно оживает и начинает шевелить пальцами. Ночью Валере снятся Камила и её брат. Парень чем-то встревожен, а у девушки мечтательный вид. Он просыпается и идёт в морг проведать свою ногу. В коридоре его хватает один из трупов, а когда Валера открывает дверь морга, на него вываливается другой мертвец. Затем он просыпается на самом деле и понимает, что это был кошмар. Он идёт к медсестре и просит дать ему снотворного. Когда девушка наклоняется за таблетками, она видит, что Мартынов стоит на двух ногах и в ужасе убегает от него. Валера же просто уходит. Тем временем Камилла пытается сбежать из дома, но брат ловит её и запирает в сарае. В этот момент он слышит дикий мужской смех. Это смеётся Мартынов. Когда у Валеры заживает нога, его приглашают подписать бумагу о неразглашении, после которой выдают наградную медаль за службу Отечеству. Возвращаясь в палату, он видит на лестничной площадке Рыжего. Тот до сих пор не нашёл его ногу. Рыжий уверен, что её утилизировали вместе с другими частями тел бойцов. Но Мартынов уверен, что нога ещё жива, ведь он её чувствует. Оказавшись в общей палате с другими солдатами, прошедшими Афганистан, Валера рассказал, как потерял ногу. Остальные тоже поделились своими историями. И далеко не всегда травмы получали в бою. Иногда бойцов эвакуировали с обезвоживанием. Из-за режима радиомолчания не смогли вовремя подвезти воду. Командование просто не хотело раскрывать позиции отряда, который засел в горах в ожидании банды боевиков. Попал в говно? Не рыпайся. Наконец, Мартынова собрались выписывать. Врач получил современный протест для него, и Валеру повезли к нему в кабинет на примерку. Доктору Мартын сказал, что больше не видит кошмары, и Рыжий к нему больше не приходит. Однако он соврал, ведь после беседы с врачом Рыжий снова объявился в коридоре поликлиники. Он сообщил, что Камила пропала, и ее уже несколько часов не было дома. Мартынов не сразу вспомнил, о ком речь, а затем подошла медсестра и помешала старым друзьям договорить. В этот момент брат Камилы развел костер, зажег от него факел и поджег свой дом. После этого он отправился в Россию, чтобы найти и убить Валеру Мартынова. Правда, он не знает, где живет Мартынов, поэтому навещает всех людей с этим именем. Из больницы Валера поехал, куда глаза глядят. А глядели они в сторону города Рыбинск. Здесь он устроился на работу в военкомат. Рыжий продолжил ему являться, но теперь Мартынов не разговаривал с ним. Ему достаточно было зажмуриться, и погибший друг исчезал. Через некоторое время к Валере приехал брат Коля. Он привез сувениры из Москвы и подарок от матери. Затем братья отправились прогуляться, выпить пиво и просто поговорить по душам. Постепенно Николай начал вспоминать, насколько сильно изменился его младший брат после войны. Валера же признался, что собирается жениться и завести детей. А еще он хотел купить мотоцикл, но у него не хватало денег, и Коля дал ему недостающую сумму. На! Кайф! Кайф! Когда братья пошли в ресторан, Валера ел как не в себя, а вот у Николая не было аппетита. Затем Валера проводил Колю на поезд и отправил домой. Оказавшись в тамбуре один, Николай закричал от безысходности. После встречи с братом Мартынов отправился к своей девушке. Правда, он был уже изрядно пьян, и ничего хорошего из этого не вышло. На следующее утро они встретились на работе, и она припомнила, как Валера вел себя прошлым вечером. В военкомате Мартынов пытался вразумить призывника, который хотел отмазаться от службы в армии. Валера говорил, что ничего страшного в службе нет. Тем более, что служить парню было недолго. Однако тот стоял на своем и говорил, что болен. Когда Мартынов ушел на перекур, его коллеги рассказали призывнику, что с ним разговаривает не простой сотрудник военкомата, а ветеран войны в Афганистане. Вечером он вернулся домой и завалился в постель слушать музыку. Протез Валера снял и оставил у кровати. Он всегда так делал перед сном, чтобы утром было удобнее его надевать. Все это время на улице сидел брат Камиллы и ждал, когда Мартынов выключит свет и уснет. Валера заснул, и ему приснилась Камилла с братом. Они были счастливы. В этот момент брат девушки вошел в спальню Валеры. Он достал нож и уже готовился прирезать парня. Однако запнулся о протез, упал и лишь поранил руку Мартынова. Закончилось все тем, что вызвали милицию и неудавшегося убийцу арестовали. Следователь выяснил подробности произошедшего. Оказалось, что Мартынова видели в Таджикистане. И это с ним бегала на свиданки Камилла. Когда об этом узнали родные, девушку заперли. Но и это не помогло. В итоге она пропала. А когда ее нашли, Камилла была на волосок от смерти. Прожила она недолго. А когда она умерла, брат сжег дом и отправился мстить за сестру. Но была во всем этом небольшая неувязочка. Мартынов все это время находился в госпитале и не мог убить Камиллу. Следователи проверили его алиби, и оно подтвердилось. Все медсестры и врачи утверждали, что он лежал в больнице, когда Камилла умерла. Но ее брат и все родственники верили, что в ее смерти виновен Мартынов. Поэтому они решили устроить кровную месть. В вещах девушки нашли фотографию Валеры. На обратной стороне он написал послание и оставил подпись. Почерк сверили, и выяснилось, что послание написано рукой Мартынова. Несмотря на это, прямых доказательств вины Валеры не было, и следователь его отпустил. Перед этим он ненадолго отвернулся. Мартынов воспользовался моментом и стащил со стола свое фото. Он сказал, что собирается навестить одного друга, поэтому на время уедет из города. Следователь разрешил, но намекнул, что дело еще не закрыто и его могут снова вызвать. Вернувшись домой, Мартынов догадался, что во всем виновата его нога. Она отрастила его копию и отправилась в Таджикистан, чтобы встретиться с Камиллой. Затем она каким-то образом убила девушку и во всем обвинили Валеру. Родственники Камиллы видели двойника, а не настоящего Мартынова, и это он смеялся по ночам в горах. Нужно было что-то делать. Мартынов решил съездить в Таджикистан и посмотреть на сгоревший дом своими глазами. С собой он взял пистолет. Чтобы оружие не заметили в аэропорту, Валера срезал с протеза обшивку и оголил металлическую основу. Выше нее он примотал пистолет, и когда его остановили при прохождении металлодетектора, Мартынов показал протез и его пропустили. Прилетев в Таджикистан, Валера прогулялся по горам, а затем пошел домой к Камилле. Увидев здесь водяную мельницу, которую он сделал из консервной банки, Мартынов в отчаянии сломал ее. Вскоре появился его двойник, который вырос из ампутированной ноги. Он принялся насмехаться над Валерой и его болью. Однако Мартынову было уже все равно. Он принял решение. Достав пистолет, Валера выстрелил себе в голову. Его двойник ненадолго умолк, а затем снова начал смеяться. Валера же так и остался лежать во дворе сгоревшего дома Камиллы. Это все на сегодня. Подписывайтесь на наш Бусти, где публикуются пересказы на самые отбитые фильмы без какой-либо цензуры. Ссылочка в описании.